recording in progress друзья добрый день очередная очередной эпизод из я надеюсь долгоиграющего нашего сериала под общим названием юлиан милкис представляет и я сегодня особенно благодарен юлиану милкису за то что предоставил мне возможность пообщаться познакомиться с человеком при котором я просто преклоняюсь я вот ему еще об этом не говорил подождите подождите я еще даже не начал антон батагов для меня один из виднейших на сегодняшний день музыкантов и исполнитель это 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 мой спич спасибо вам огромное что к нам присоединились юлик а теперь вот ты представляй своего друга да я с большой радостью представлю антона батагова это талантливейший музыкант я бы даже сказал какой-то философ музыки замечательный пианист замечательный композитор инноватор мы на самом деле знакомы очень давно антон поправь и если я что-то скажу не то по моему мы познакомились восемьдесят девятом году на фестивале пумала финляндии слушай они раньше ой во первых здравствуйте и и и спасибо вот за какие-то слова которых я просто не заслуживаю заслуживаю по моему слушай по моему раньше но это точно 80 в 90 до пумала это 90 не в девяностом я там был с лешей любимовым тебя не было когда 90 когда наше легендарное с лешей выступление когда мы поставили телевизор на сцену да точно точно это был 90 год мы познакомились как какая-то но у меня сразу возникла симпатия я обалдел когда мне антон подарил тройной диск мессиана то есть для советского союза я даже не знал что там его играют не играли это просто я так вот да не мог иначе я знаю и я его слушаю до сих пор он у меня в нью-йорке вот так что и как-то получалось что мы общались очень спородично очень редко и я помню как в петербурге я выступал спокойным уже сашенькой севастьяном который совсем молодой ушел 41 год и антон выступал на следующий день в музее помнишь на васильевском острове вот и мы разминулись с тобой в один день и я просто думал боже как же так и я должен был уезжать прямо в день твоего концерта ну а потом встретились уже встретились в нью-йорке я очень рад мы теперь с тобой в общем соседи а больше всего рад что мы с тобой наконец сыграем и не просто сыграем а моего любимого пиарта вот так что я очень жду и вообще будем общаться разговаривать общаться и до сих пор жду от тебя ты обещал что-то написать для нас ух ух вот спасибо и и евгений спасибо какие-то невероятные слова и юлик да вот действительно как-то жизнь во первых она очень быстро куда-то уходит и когда пытаешься сказать сколько десятков лет тому назад скажем познакомились становится как-то немножко странно это к нам какое имеет отношение вот эти все там но ну вот как то так да на самом деле удивительно что мы с любого места можно продолжить общение как будто вчера мы там на запятой становишь ну так вот и главное что я не могу забыть как я к вам выбрался вашу квартиру когда это было полтора года назад два года да и мы сидели было впечатление что вы расстались позавчера потрясающе да это кстати не такое частое явление слушать вас друзья это одно удовольствие просто вот это вот да географически вы оба сейчас в штатах да я так понимаю я в торонто и в общем мы на этом континенте я когда вот в числе разных видео которые я смотрел но для того чтобы понять как вести беседу с антоном батаговым я наткнулся на видео с анной веленской которая в общем очень хороший очень хороший специалист музыковец очень хорошо в позитивном плане подвешенным языком она очень интересная программа делала и делает из дудем недавно такое огромное интервью не было и все и я тогда антон написал вот вроде бы недавно это было буквально года три назад а вроде бы как из другой жизни совершенно да вот точно так же как я наткнулся на совсем вас молодых с артемом троицким который вел тогда кафе обломов но это даже не прошлая жизнь это поза 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 сколько же выпало на наше поколение так как же спрессовано так все так получилось я здесь сразу говорю что я сама начала предположил что мы вряд ли сможем обойтись без политики но не хотелось бы на этом как бы концентрировать внимание вот пожалуйста не надо с вашей точки зрения буддиста как это вообще в жизни спрессовано что это нам дает и почему так получилось именно сейчас вот так такая как пружина просто какая-то вот натянутая ну вы знаете во первых я как бы но не совсем тот человек кто обладает такой квалификации чтобы давать такие сейчас я вам скажу как ну нет понимаете просто вообще это совершенно удивительно что одновременно люди в разных частях этой планеты живут в разных веках время идет одновременно с разной совершенно скоростью то есть вот за то время что у нас но у нас я имею виду у тех кто по крайней мере родился в советском союзе и провел там серьезную часть жизни вот у нас так или иначе другой процесс вот этот вот когда в какую-то единицу времени укладывается очень много чего просто потому что такая история так она устроена за это время день может быть швейцарии или в австралии очень медленно пройдет там несколько лет а у нас за это время проходит столетия наверное и эти вещи они иногда идут какую-то очень очень позитивную сторону как там второй половине 80-х годов 90-е до потом начинается что-то совсем совсем другое особенно сейчас вот но почему это происходит но вот вы знаете действительно это очень такой вопрос с одной стороны дико сложный и отвечать на него как-то очень болезненно другой стороны но есть такое очень опошленное слово карма ну то есть вот это просто причинно-следственное связь то есть когда мы что-то думаем что-то говорим что-то делаем у этого есть во первых какие-то причины и во вторых этим самым мы создаем причина для того чтобы в будущем что-то произошло то есть как бы сажаем такое вот семя и она сходит рано или поздно ну и вот то что сейчас происходит ну вот вот такие мы посадили семена не выкорчевали какие-то другие вот оно происходит потом ну знаешь что невероятно что это происходит везде и одновременно везде везде просто сейчас вот именно знаете может быть еще там два там три года назад казалось что есть какой-то части планеты зло а где-то хотя тоже не казалось на самом деле это я сейчас очень сильно так ну на первый взгляд казалось ну хотя бы да вот но вот зло оно вот здесь а вот где-то есть добро да конечно нет просто сейчас когда всюду происходят какие такие вещи кстати на самом деле во время вот ковида это тоже вдруг очень резко стало проявляться во всем мире причем в разных странах как-то так по-разному но есть что-то общее именно знаете то что вдруг люди утрачивают всю свою ну казалось бы уже таком так называемом цивилизованном мире всю свою способность чувствовать боль чью-то да вот не свою а чью-то и чувствовать как надо помочь что надо сделать вдруг люди замыкаются в себе и только видят вот там свои проблемы мне плохо если там мне плохо значит кто-то в этом виноват вот ты там не носишь маску вот ты виноват в том что я там сейчас умру и так далее и и вот это сейчас понимаете ну мы можем просто все созерцать как свидетельствовать но и наверное делать то что мы как-то очень очень мало что но вот просто чуть-чуть то что мы можем вот здесь и сейчас там где мы находимся чтобы ну хоть в этом был какой-то хоть маленький положительный смысл и все а вот эти все процессы ну они вот такие да ты знаешь когда мы эмигрировали но я был мальчишка мне только-только исполнилось 17 лет и но я вырос на литературе естественно и потом слушали все эти голоса и я очень хотел уехать и ну как бы было такое что вы уезжаем из плохого места хорошее место из америка вот и потом годы спустя выясняется что это не так что все не так просто что вот хорошо и плохо это все не так да согласен конечно ну нет просто просто действительно есть какие-то места на планете где ну вот я наверно очень часто употребляю слово от и это неправильно но как-то приходится где вот ну написано от и там а давай такие места где видишь табличку рай а там а другой 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 вид а да просто какая-то комплектация не друзья что что-то вы что-то вы засмурили засмурили оба не писающие оба оба потрясающие музыканта женичка я не пессимист я реалист вот я тоже я терпеть могу слова оптимист пессимист я пытаюсь быть реалистом просто был анекдот когда пессимист говорит хуже быть не может оптимист вот так ну да нет просто понимаете евгений дело в том что вот если относиться к жизни как-то вот ну так вот через розовые какие-то вот эти приборы оптические но вот мы как музыканты ну а собственно о чем мы тогда можем сказать вот мы как раз наоборот переживем себе вот все это очень тяжелое чем мы сейчас говорим вот тогда очень может быть это как это не значит что у нас мог вот то что мы играем она будет из этого состоять наоборот она будет состоять из попытки это преодолеть вот ну собственно извините вся вся великая музыка вообще она практически вот примерно так за всю историю это правда да да это так в одном из интервью вы привели в пример нисходящая гармония у персола которая была написана когда в семнадцатом шесть в восемнадцать и вы там же сказали в этому интервью что в принципе вот в этой последовательности аккордов уже все уже все заложено то есть эти ребята они тогда уже чувствовали это все я недавно аккомпанировал скрипачим скрипичным я сам пианист если что а мне стыдно перед вами говорить но тем не менее вот и я аккомпанировал и играли сонату телемана ну в общем абсолютно как бы автор в моем представлении второго ряда да но не моцарт не бах ну сейчас я сейчас я сейчас я сейчас но тем не менее и я начал аккомпанировать и скрипач заиграл эту тему и я буквально удержался еле удержался от слез то есть это была настолько гениальная мелодия что в общем то как бы присутствие бога ощущается действительно в простоте в какой-то простоте мелодий вы понимаете чему сейчас подхожу вас называют пост минималистом я вообще смутно представляю что это такое вот но вас упоминают в одном ряду с джоном кейджем с тем райхом с филиппом глазом то есть вот на минималке что называется вы как-нибудь для себя это вообще определяете и второй вопрос параллельный юлик ты должен это понять особенно у вас связь есть вот это вот как вы чувствуете пусть антон первый понимаете но про минимализм и все эти вот слова постмодернизм метам это все люди должны все как-то назвать поэтому они вот это все придумывают те кого так называют они никогда естественно к этому серьезно не относится потому что это все как-то смешно но никуда от этого не денешься поэтому приходит уже устаешь отмахиваться и говорит ну ладно пост минимализма пожалуйста вот просто понимаете весь минимализм это же не то что это какая-то техника сочинение музыки какой-то принцип композиторский вот складывать ноты не так а вот так это просто знаете ну такая что ли аскетика это самоограничение и причем она не музыкального порядка она связана просто с состоянием сознания то есть когда мы концентрируемся на чем-то одном и нам больше ничего не надо то есть вот в этом одном вот вы сказали сейчас там про мелодию талимана простая очень красивая почка ноут да и в ней все есть вот как-то раньше это очень здорово умели во все эти века там ну вплоть до восемнадцатого хотя и потом тоже тому моцарту шуберта господи вот и битховен да да урахман вообще вот это это умели делать просто девятнадцатый двадцатый век он как-то это все фактически уничтожил но не до конца и эти ростки они все время прорастают и очень очень здорово просто вот этот так называемый минимализм который возник именно в америке музыка где-то в шестидесятые годы двадцатого века ну вот он знаете поставил что ли такое вот знаете когда поднимается на эверест вот ставят флаг вот это примерно в таком же духе вот и мне просто в каком-то очень молодом возрасте оказалось что так вот так вот она собственно как как это все правильно и собственно кстати вот почему я сейчас в америке потому что я действительно 20 с чем-то летнего возраста я осознал для себя вот и названного вами кейджа и других названных так сказать великих действительно авторов музыки которые собственно ну вот кейджа он умер в 92 году а остальные живы здоровы слава богу и я осознал их для себя как что-то очень такое важное и как было такое путеводное так сказать вот и это уже потом значительно значительно позже я понял что в общем все что они сделали они сделали как бы вопреки всей системе функционирование искусства в америке то есть каждая из них это такой абсолютный будет первопроходец вот и тем не менее то что они сделали колоссально и после этого дальше можно идти в общем в любую сторону просто это всегда будет это у тебя есть какого-то фундамента сидеть вот что касается вот этой вот вертикали потому что такое знаете но мы про это не нужно совершенно говорить потому что ну вот правда если мы посмотрим на всю вот эту вот потрясающую очень цельную музыку которую писали 12 16 18 но люди не ходили и не говорили там на каждом углу что вот я верю в бога и вот я пишу музыку для бога работал органистом в церкви все что-то такое делали просто как бы ремесленное но вот это сидело внутри и и это очень важно потому что это дает какую-то такую цельность которую ничем наверное не заменишь это не касается какой-то религии даже это просто вот это ощущение такой правды рядом с которой все остальное уже несущественное вот тип через вот эту вот призму все и воспринимается и все сочиняется как все все лишнее просто отбрасывается вот вот примерно так я как пытаюсь вы слушай я хотел спросить а как ты относишься к синакису знаешь как ну я ему отношусь как бы не очень активно потому что когда вот опять же самые молодые годы но я любил но практически весь двадцатый век я просто любила потому что ну надо было сначала распрощаться с романтизмом классикой и сказать я авангардист меня все все авангардное это как бы заведомо прекрасно вот тогда я его люблю потом осталось просто ну как бы такое уважение и так далее но это просто ушло из моего какого-то активного вот у меня очень интересная история с ним я не могу сейчас точно вспомнить или 86 или 88 год получил какой-то невероятный грант от канады есть такое место банк банк центр уникальное место в мире вот и я там занимался готовился все было оплачено потрясающее место и туда приехал был такой биди фестиваль синакиса и меня значит вызвала дирекция и сказали что но так как получил такой громадный грант мы бы хотели чтобы ты сыграл два-три концерта принял участие его музыку я послушала молодой я и до сих пор так сказать максималист а тогда вообще кошмар был я послушал я пришел в дирекцию сказал я это играть не буду мне говорят слушай ну ну как ты подводишь потому что это в общем важный композитор ягра не могу слушать эту музыку не сказали ну ты же здесь я сказал хорошо я уеду я уехал на неделю и теперь я очень жалею вот это только хотел сказать об этом как раз юлик сейчас подведу к следующему вопросу продолжи пожалуйста но вот все я пропустил и знакомство с ним вернее я его так видел мельком у него по-моему такое глаза одного не было он же участвовал военных действиях против нацистов во время войны и потерял глаз и вообще потом уже почитал о нем это конечно безусловно был неординарный человек вот но мне очень обидно что я не играл там были разные ансамбли вот и какие-то удивительные звуковые эффекты которые я просто не понял я вот сейчас хотел хотел подойти знаете к следующей теме и мне интересно было бы конечно с вами ее разжевать каким-то образом вот я два примера вам покажу посмотрел я в ютюбе как сергей юрский читает евгения онегина не говоря о том что сергей юрский просто гениальный великий абсолютно актер а вот есть две есть две версии того как он читает евгений онегина одна версия была записана для телевидения в 60-е годы где он молодой в общем вот такой вот 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 пышущие прямо всем и вторая версия которую он записал уже в вполне зрелом возрасте где-то в 90-х я вам скажу при том что это один и те же один и тот же текст это абсолютно небо и земля это разные совершенно как бы вселенной не побоюсь этого слова второй пример вы конечно знаете картинки с выставки исполнения эммерс и лейкен полмер ну естественно нет одна из моих самых любимых и моя отлично отлично да я тоже именно в школе учился а вот и не так давно наткнулся на видео вот этих самых картинок с выставки запись плохого качества но уникально тем что она сохранилась 73 года то есть буквально через год-два после того как это эти картинки были впервые исполнены вот и я посмотрел с огромным удовольствием собой я вообще очень люблю эммерс и лейкен полмер а потом мне youtube подкинул как бы по рекомендации это уже эти же картинки с выставки но запись уже видеозапись 97 года и это невозможно слушать вы знаете и это было невозможно слушать я не понимаю что происходит то есть великолепные технари музыканты они играют то же самое никакого духа нет абсолютно в этом но просто вот механистично абсолютно все это может быть только раз сыграли что вот дух ушел я не знаю юлик я думаю что это возрастные какие-то дела может быть я вот подхожу вот сейчас к тому что ты бы ты сказал что жалеешь что не сыграла синакиса вот интересно как бы ты сейчас к этой музыке отнялся я извиняюсь я не слишком далеко уехал потому что это же идет речь о нашем восприятии вообще да нет мир а то что ты говоришь об этом да не ну ты знаешь женья но ты знаешь и антон конечно знает у меня вообще перелом и жизненный и в музыке точно это конечно знакомство с геи ну да точнее в начале с его музыкой а мы познакомились спустя наверное девять лет но для меня это был абсолютный переворот вот и это я должен сказать я я потерял ну не так давно двух очень любимых родителей вот но самый страшный горе для меня была смерть геи кончили ну тебя какая-то у тебя какая-то химия невероятный было невероятная была химия притом это началось он был человек очень скрытный и вообще такой человек футляре он не подпускал к себе у него бы маленький круг людей которых он очень любил а остальное там рабочие отношения вот такое и у нас начались отношения с рабочих отношений и длилось это довольно долго которые переросли просто в родственные отношения я очень счастлив что у меня вот эти отношения сохранились и с люлей и с сандро с дочерью мы общались меньше но в общем вот какая-то поразительная связь и для меня мнение геи было просто ну наиважнейшим но вот я все таки все таки мы немножко так смодулировали да я хочу вернуться в основную тональность вот все таки антон как на ваш взгляд возраст имеет значение он может иметь значение как бы в любую сторону и вот то что иногда бывает что человек в молодости совершает какие-то потрясающие ну просто открытие в искусстве пишет гениальные там романы музыку играет рисует снимает кино все что угодно просто искусство это очень беспощадная вещь понимаете вот так вот если вот человек который ну занимается чем-то таким что не проявляется вот такой форме то с ним тоже происходит ведь с любым человеком те же самые процессы но просто это не так заметно а в искусстве все пожалуйста вот видно слышно и и бывает так хоть очень часто на самом деле я боюсь что гораздо чаще чем обратный процесс бывает так что человек когда он достигает зрелости потом переходит какую-то вторую половину жизни у него уходит вот тот заряд благодаря которым он сделал потрясающие вещи он начинает просто повторять себя и он как личность не не развивается не не идет вглубь просто он как бы останавливается и все и поэтому дальше если даже внешне он делает вещи ничуть не не хуже чем те которые такого расцвета все равно это это никак это не действует а бывает и наоборот вот я только ты у меня и вот это да бывает и ровно наоборот то есть когда с личностью происходит какие глубокие процессы это не профессиональное вы знаете развитие это развитие на личность и вот тогда выясняете что то что человек делал в молодости оно не то что хуже чем то что он делает уже в какой-то поздний период жизни но просто опять же это может быть даже то же самое но добавляется какое-то измерение которое просто не могло возникнуть раньше ну абсолютно пример рихтер да вот я не знаю я не знаю естественно но есть только записи его какие-то 50-х годов да и вот ну мне посчастливилось его слышать живьем довольно много раз мы к сожалению я лично с ним не не познакомился но вот на его концертах бывал то есть это были уже соответственно знаете смешно когда я учился в первом классе кнесинской школы это был 73 год а виктор любил обыгрываться музыкальных школ как играть больших залов он вот и вдруг и он был такой очень спонтанной это знаете это последние десятилетия вся музыкальная жизнь пока не классики она планируется на на много-много лет вперед да вот сегодня человек знает что он будет делать такого-то числа там где-нибудь там в двадцать девятом году это чудовищно это на самом деле такое сказали рахманинова он бы просто вообще-то перестал заниматься музыкой я думал так вот рихтер был человек спонтанный и вдруг сказали знаете сегодня вечером в зале нашей школы гнесинской будет играть рихтер ну сразу такой вот вот я ничего не понимал но понимаете только только семь лет исполнил вот и он играл три последние фанаты петховена ничего себе ну вот ну то есть в зале понятно что народу было как метро в час пик вот это было для меня такое как снисхождение на меня какого-то чего-то очень большого и потом когда я учился в консерватории вот ходил и слушал но и было понятно вот просто даже слушаешь там какую-нибудь его запись картинки с выставки 50 там какого-то года ну как как бы да ну ну и ничего особенного а вот это было что то что уже даже ну просто трудно найти какие-то слова как можно объяснить на что в этом в этом было что-то такое что просто отбивает всякое желание даже даже пытаться найти слова вот что как это то есть вообще ощущение такое что а как это может быть иначе не то что сидит дядя уже такой пожилой и играет на рояле музыку, которую написал там кто-то очень давно это просто какая-то на тебя стена вот такой абсолютной реальности, просто в таком виде, какая она на самом деле есть и вот ты такой сидишь и вот перед тобой вот это и все вот такие бывают вещи, понимаете и поэтому да, бывает и в ту сторону и в другую но вот в такую рифтерскую сторону наверное это бывает менее часто да, в рифтерскую сторону безусловно потому что меня родители водили на каждый его концерт в Ленинграде и я помню вот тот концерт когда у него случилось он забыл, забыл текст он остановился подождал, мертвая тишина была в малом зале Калармон начал снова, остановился на том же месте и третий раз было то же самое, развел руками, мертвая тишина боялись дышать он пошел за сцену взял ноты и вот по-моему после этого он играл по нотам да, я так предполагал да, в последние годы жизни он играл по нотам да, это правда не только, это довольно в 60-е годы началось в последние годы очень часто потому что я у него на декабрьских вечерах играл каждый год и какие-то были незабываемые концерты один он играл в первом отделении 19-го, 20-го сонаты Бетховена детские ужасно это было очень плохо и вдруг во втором отделении он играл арчдюк трио Бетховена с Капельманом и Берлинским я не мог дышать они все играли замечательно он, но он был это что-то невероятное вот и потом такой фестиваль знаменитый рок-ан-терон во Франции он играл один концерт с Башметом и сонату Шостаковича вот умирать буду не забуду и на следующий день он играл программу 20-й век Хендемит Веберн вот такое потрясающе вот и еще потрясло что после вот этого концерта с Башметом там еще они дописывали там был какой-то прием и я у Юры спрашиваю а где Стасия Филыч так он говорит ну как он занимается после концерта пошел и сидел и там я не знаю три часа занимался вот так ну да это вообще это люди какого-то другого измерения вот это все действительно вот то же самое как между прочим вот Филипп Глаз который мне как-то посчастливился в этой жизни вот я хотел перевести следующую в 92-м году когда я впервые приехал в Америку я через несколько дней познакомился с ним и собственно с тех пор мы общаемся и особенно в последние вот 10 но не 10 лет потому что до ковида он после этого не выступал но последний раз мы с ним играли причем даже в 4 руки в августе вот ровно-ровно-ровно 5 лет назад до 19-го года и много ездили и по Америке и по Европе вот и к чему я это говорю и он с собой всегда возил такую маленькую маленькую клавиатурку ну с каким-то примитивным там звуком просто он работал то есть он говорит ой вот хорошо бы после концерта не идти на какой-то там прием фуршет как-то что-то по-быстрому поесть и заниматься он работал он сочинял потому что и у него кстати такое свойство во всех путешествиях что он даже не старался ну когда он скажем приезжал в Европу перейти на другое время вот этот вот джетлаг он как бы с ним вообще никак не бороться он ну только концерт есть концерт а так он ложился спать тогда когда ему хотелось и там просыпался посреди ночи просто садился работать потом зашел на завтрак ну и так далее и вот так все время чтобы просто не тратить время ты знаешь в смысле занятий вот подобный человек конечно выдающийся музыкант и вообще философ Гидон Кремер которому тоже ему много лет уже Гидону 77 лет вот человек например может прилететь в Японию после бессонная ночь в 4 часа утра в гостиницу заселиться и идти играть гаммы таких немного ну да сейчас сейчас все там с одной репетиции максимум в любую программу с нуля и поехать расскажи пожалуйста это очень интересно конечно тебе в жизни повезло вот Филипп Глаз это уникальный композитор и человек и то что вы с ним играли и дружили и дружите и он же по-моему даже для тебя что-то написал ну да так получилось расскажи очень интересно да в семнадцатом году ну собственно у меня есть три альбома с его музыкой то есть один это полный так сказать цикл этюдов это два с половиной часа другой альбом это мои фортепианные транскрипции эпизодов из Эйнштейна на пляже и фильм Кайяни Скаци вот а третий альбом это фортепианная версия его музыки к фильму The Hours и вот та вещь она идет около 15 минут которую он как раз в семнадцатом году решил написать для меня вот просто ему захотелось ну вот как-то он так относится к тому что я делаю к чувствам вот и он просто захотел написать вещь и так получилось что ее заказал фестиваль в Дании в городе Орхосе где собственно я сыграл премьеру и вот утром в день концерта он там еще исправлял какие-то ноты потому что ну он же пишет от руки а потом там ребята это все набивают как говорят на компьютере вот и всегда полно ошибок ну и соответственно он это все выуживал вообще нет но вот он на самом деле действительно какой-то такой настолько тоже спонтанный кстати человек то есть он может вот скажем в каком-то из таких концертов где ему очень нравится такой формат когда скажем вот играет он какие-то свои вещи и потом еще это может быть там я и там есть такая замечательная японская фианист Макин Кава вот она очень много играет кто-то еще играет его вещи ну вот и допустим я стою за сценой а он только что вышел со сцены и вот он играл там какие-то свои вещи которые он написал давно и говорит ой вот я бы тут сегодня сыграл вот мне не такой аккорд а такой а он так лучше то есть вот ну вот он вот такой или ему нравится взять какую-то свою старую вещь и чтобы на этом так сказать фундаменте вместе опять же с кем-то импровизировать что мы тоже в частности и делали вот и тоже это человек который никогда не становится таким вот памятником самому себе понимаете вот и это это настолько какая-то молодая молодое состояние сознания вот оно одновременно такое очень свежее и при этом вот как раз оно очень глубокое то есть то чего ну в молодости просто каким-то уникальным причинам наверное не бывает вот а вот с ним это вот как-то вот так Антон а вы больше себя ощущаете как пианиста или как композитора ой а я не знаю где поставить эту вот самую границу и вот собственно я раньше когда я ну то есть понятно что учился я вроде как как пианет но стал что-то у Татьяны Николаевой между прочим не слабо ну да сначала у Анны Павловны Кантер потом у Татьяны Петровны Николаевой я никогда не был таким вот знаете Ландеркиндом там чтобы семь лет там играть сейчас она-то Бетховен или там еще или там сочинять там что-нибудь такое нет ну как-то это все постепенно происходило но все-таки подразумевалось что ну вот я там играю на рояле в основном ну и что-то еще такое сочиняю причем сочинять я стал нефортивенные вещи изначально всякую электронику потому что меня вот ну вот минули там Эмерсон и прочее вот я все это очень любил поэтому мне было интересно сочинять вещи ну совсем совсем не классические дело даже не в инструментах а просто по духу и кстати это все осталось то есть у меня есть вещи такие абсолютно рокерские есть эти альбомы и записи и концертные записи вот и даже то что я сейчас сочиняю для просто рояля оно все равно ну это не классическое вот но потом как-то вот это ну вот это такой раздел между тем композитор исполнитель вот он как-то стал куда-то смещаться потом просто и сейчас потому что ну даже когда я играю скажем старинную музыку того же и Баха и Персова и так далее ведь тогда были определенные правила для так сказать ну тогда кстати вообще не было такого чтобы как-то так композитор и он не исполнитель а как это вообще возможно что и играть не умеет это потом появилось это очень на самом деле такая нездоровая в общем нездоровый симптом то есть когда бывают исполнители бывают композиторы то есть вот как это так человек играет на инструменте и не сочиняет но хотя бы импровизировать он должен уметь а я знаю таких которые сочиняют и не знают где на рояле находится нота вот вот это есть это уже такой 20 век и 21 но вот в старинной музыке такого не было и поэтому все знали что в нотах пишется но иногда почти все иногда гораздо меньше чем почти все то есть ну какая-то основа и есть правило по которым на этой основе строится централизация конечно ну в порочной музыке да 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 вот а играть ее не зная вот этого это как-то немножко странно поэтому у нас сейчас естественно добавляется к этому вот весь тот многослойный пирог из истории музыки который прошел вот от тех времен до до сейчас и понятно что в эти правила мы ну не имеем права не добавлять все то что пришло там из джаза и с тем минимализмом и так далее поэтому когда я играю вот ту музыку я ну не то что я там наглый такой и что-то там скажем добавляю или там как-то аккуратно вношу туда какие-то такие вещи причем каждый раз на каждом концерте они могут быть разные а просто потому что ну это так и было и я никогда в общем не пишу что это там вы знаете меня часто вот спрашивают а где можно взять ноты в вашей фортепианной транскрипции какой-то вещи там торсовый или пахидый или бах да нигде вот я играл по тем нотам которые есть и у вас ну просто ну там же мы кстати с Юликом это обсуждали вот в музыке великих мастеров барокко и раннего классизма там же в нотах очень много повторов предполагается что каждый каждый фрагмент скоро это импровизация совершенно верно то есть то что сейчас у нас это просто категорически запрещено официально как бы в академическом образовании а в принципе насколько я понимаю ведь все эти репризы они предполагали в общем да грубо говоря импровизацию на самом деле нет Женя ты знаешь я хочу возразить потому что сейчас это наоборот все вернулось они по-другому это и не играют Антон правда ведь ну да 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 но просто вот эти все вот повторы вы знаете но это кроме того что это импровизация это еще и очень важный такой момент ну вот вы же понимаете что в любом тексте который остался так сказать ну понятно что там не Будда не Христос не никто они никаких текстов не оставляют они просто говорили потом за ними кто-то записывал так сказать меру своего понимания но принцип этот остался и он есть собственно ну когда говорит там сейчас Далай Ламонт да или великие мастера это всегда как бы такой по кругу то есть он это сказал а потом вдруг мы обнаруживаем что он опять это говорит но только уже уже как бы мы это вроде слышали но уже после того что вот мы этот круг послушали и как-то вроде немножко запомнили может быть мы уже по-другому это воспринимаем и так может быть не два раза может быть много раз да и вот это удивительная совершенно такая вещь потому что понимаете сознание современного человека оно так устроено что ну по крайней мере сознание западного человека и ну Россия в этом смысле она конечно ближе к западу потому что вообще наш наш менталитет ну по крайней мере наш интеллект такой он очень быстро все схватывает и как ага я понял так пошли дальше не повторяйте я понял вот вот это вот ну назовем его восточный принцип хотя он вот раньше очень-очень-очень сильно раньше намного с 8 лет раньше он был таким же то есть это именно не то что я уже понял а да я это уже слышал а вот теперь надо это еще раз да это очень это очень важно потому что это какая-то такая знаете очень несуетная что ли направленность нашего сознания когда ну вот что толку что мы услышим много информации может даже запомним это знаешь вот Юлик к вопросу о музыке вот ну там ксенакиса и много-много-много еще кого в этой музыке очень много всего происходит очень много она как бы такая вот и это на самом деле такая фактически ну как бы какой-то рентген или не знаю томография нашего сознания то есть оно все время мечется оно все время куда-то ответвляется и в нем происходит огромное количество событий вот и да эту музыку я сейчас ну практически никогда почти не слушаю я очень ей благодарен этой музыке и вот поэтому я и говорю что я этих композиторов глубоко уважаю просто за то что они с колоссальным мастерством и с какой-то искренностью удивительной и кстати те кто сейчас идет по их стопам они именно фиксируют вот это состояние сознания может быть ну разумеется даже не артикулируя что я делаю в ответ нет оно просто само происходит в том-то и дело что вот этот противоположный принцип такой вот повторности и как бы когда мы сознательно отсекаем лишнее это это очень трудно вообще-то говоря это кажется ну что такое минималист там что-то такое три ноты написал и там потом повторно поставил ну вот в том-то и дело что идти вот по пути вот этого то есть ну просто фиксировать то что у нас есть в сознании из сумбу как бы не вместо музыки а как бы музыка есть портрет этого сумбу это 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 происходит само для этого не нужно делать усилия а вот для того чтобы сказать себе так минуточку значит я послежу за тем что у меня в сознании творится и попробую существовать не так а вот это очень трудно интересно знаете у вас была одна из реплик по поводу того как вы слушаете музыку речь зашла о том плейлисте условном да который виседут в интернете который вы создали у меня там конечно было несколько вопросов но суть не в этом сейчас вы сказали что вы например не можете слушать музыку в машине и что вам нужно для того чтобы чтобы послушать музыку вам нужно просто полностью отключиться я поймался на том же абсолютно я не могу в машине слушать ничего серьезного абсолютно я в машине например если надо ехать далеко я боюсь что я устану и засну я ставлю одну запись Смоктуновский читает Евгения Онегина ну вот что-то такое и спать уже не хочется вот что-то такое я могу послушать серьезную музыку в машине если я еду на далекое расстояние чтобы я встал уже на хайвей и чтобы я уже как бы абсолютно отключился и больше того я вообще стараюсь слушать если а сейчас есть такая возможность через ютюб следя глазами за протитурой это тоже очень важно да вот но я не знаю насколько вот эти вот мои попытки все-таки вычленить для себя из музыки самое главное и понять они же сейчас не соответствуют тому клиповому сознанию которое нас окружает люди по-другому сейчас совершенно то есть две-три минуты и все и вперед дальше с этим все понятно что с этим делать Антон вы знаете две-три минуты это вы так польстили а вот так три секунды все вообще мир живет в тиктоке вот в этом всем то есть вот это вот состояние вот это вот скроллинг тиктоке дон все 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 то есть вот вы знаете с одной стороны человечество конечно не меняется ну каких-то своих основных параметров тысячелетиями а с другой стороны вот этот процесс ну такой скажем деградации он очень сейчас заметен он очень ускоряется то есть это такая кривая вот этого ускорения но она страшная вот и поэтому что с этим делать с этим ничего не делается потому что ну вот опять же ну как мы не можем мы не можем установить боевые действия ну вот вот не можем вот мы можем все что угодно под танки броснули мы не можем это вот то же самое вот и на самом деле я там может это звучит как такое эффектное преувеличение но это страшнее потому что вот эта неспособность людей вообще сосредоточиться ни на чем это же дело не в том что люди не могут музыку слушать сосредоточить они ничего не могут вы знаете вот ну это смешно но вот даже сейчас какие-то вещи связаны с бытовой жизнью там с каким-нибудь там знаете я с четвертого раза ну у меня сейчас нужно было здесь купить там цифровой пианин я его купил с четвертой попытки потому что ну не буду рассказывать подробности но просто я знаю подробности ну вот да Юлик знает ну в общем это когда люди не могут сделать просто простейшее действие и даже люди занимающиеся организацией кстати всяких музыкальных событий они не могут без ошибок там какие-нибудь несколько слов просто и цифр переписать вот ну как-то удивительно это все нет не удивительно просто очень печально и в этом смысле но вот опять же что мы можем сделать вот если мы занимаемся профессиональной музыкой то вот мы можем адресуясь к нашим слушателям наоборот делать нечто ну диаметрально противоположное вот этому вот клиповому такому суетливому состоянию ну собственно я помимо того что мы играем и как мы играем какие-то минимальные внешние эффекты я вообще в принципе никогда никаких внешних компонентов вот там видео вот на концерт вот это все я никогда этого не делаю у меня всегда полная темнота просто вот эти микроскопические лампочки которые освещают ноты и клавиатуру все мы там и как бы таким образом просто оно слушателя который сидит в зале во-первых спасибо ему что он уже пришел потому что это уже очень ценно вот помещает просто в такой вот контакт один на один и все как бы ничего никаких внешних по крайней мере отвлечений и знаете интересно что это но вели к этому на самом деле не готовы потому что классические концерты это всегда либо какой-то вообще полный такой классический свет ну в таких залах как там Петербургская филармония большой зал Московской консерватории или аналогичные старинные залы где-либо в мире либо это какой-то современный свет но все равно классический концертный свет отказаться в кромешной темноте и где только там где-то на сцене вот эти точки света люди как бы они этого не ждут и иногда они начинают просто от зажима кашлять типичные явления это просто у меня очень смешно есть у меня несколько концертных альбомов где я даже это не вырезал потому что вот ну это здорово ну в общем вот как-то так так что вот в машине да я в машине никогда никакую музыку не слушаю нигде то есть когда я слушаю музыку значит я сажусь и ну телефон естественно выключаю и вот слушаю больше ничего не делаю ну скажите пожалуйста на ваш взгляд кстати Юлик тебе тоже вопрос вот это изменение состояния сознания на мой взгляд это связано конечно с компьютерными технологиями за которыми мы не успеваем просто и мы не успеваем к ним приспособиться и каждый день что-то другое и все и YouTube и TikTok и Facebook и вот Twitter и все-все-все-все такое прочее это же не просто съедает кучу времени это съедает кучу мозгов на самом деле но мы при этом все-таки продолжаем этим пользоваться вопрос ну вообще известно что во все времена как бы принято было говорить вот в наше время вот это вот было а сейчас вот это молодежь старших не слушает бла-бла-бла-бла куда все идет какую музыку ужасно звучат и это я процитировал сейчас слова из манускрипта средневекового какого-то из какого-то монастыря вот то есть это неприятие скажем так непонимание вот этого нового чего-то это было всегда то есть я так понимаю что прогресс неостановим по-любому то есть он так или иначе человеческое общество развивается и будет развиваться не значит ли это что мы просто не в состоянии за этим поспевать вовремя уже в каком-то возрасте как вы считаете можно я скажу это нормально быть быть в клиповом сознании я вот к чему я скажу чего я очень боюсь и мне вот страшно от этой мысли и я понимаю что это происходит это уже сейчас началось вот этот AI как это по-русски artificial intelligence да искусственный интеллект в принципе ввести программу например написать кантату в стиле Баха легко вот и это будет сделано и в общем и на первый взгляд и на первый слух это будет очень хорошо но меня это дико пугает или написать какую-то трагедию вот под Шекспира и это будет сделано вот Антон что ты я не знаю у меня просто начинается какой-то озноб да нет ну что меня это не то что не пугает но мне вот одновременно я не знаю что больше смешно или грустно 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 ну это это не опять же это не про оптимизм и не про пессимия это просто реализм да вот да ведь дело в том что очень грустно смотреть на то когда люди пребывают в таком восторге вот от этого что ну вот все открылось новое измерение сейчас мы там то-то и то-то ну во-первых ребята вот сейчас вот что-нибудь такое раз просто электричество вырубится вот вам и весь искусственный вот и все да но ну у телефона зарядка вырубится на короткий срок или перманент нет перманент ну может не перманент но на длинный срок может не всегда неплохая идея ну просто это это все мы же все какие-то вот рабы вот этого вот всего да вот этой всей технологии и понятно что это все происходит да безусловно но то же самое когда появилось кино говорили что ну все вот был театр да правда это вот а кино ну все кино убьет вообще вот это искусство искусство потом телевидение потом появились там синтезаторы да вот ну как же так вот есть рояль а вот синтезатор это вообще убийство музыки это не живое вот и так далее это просто ну конечно очень важный новый итак в чем его как бы такая очень характерная особенность это в том что для того что во-первых это все сделали люди вот искусственный интеллект делали люди любую вот эту вот любой алгоритм любую программу которая нам все это дело значит сочиняет будь то текст или музыка или там видео и все ее сделали люди значит из чего они это сделали они это сделали из так сказать багажа нашей истории истории нашего так сказать мышления продуктов культуры и вот это все туда скормили этой программе и она нам это все выдает и собственно говоря вообще люди живут штампами люди живут какими-то вот стереотипами и собственно на чем основано вообще так сказать вообще все все функционирование вот там вышел новый айфон я уже не человек если я не побегу и не куплю у меня еще будет предыдущий вот люди бегают вот за чем-то таким и надо чтобы было вот как у всех надо чтобы было то что в обществе принято вот на данный момент как некий такой стандарт и соответственно вот по такой же модели то есть вот да мы знаем что такое там музыка там не знаю Beatles вот давайте сейчас сейчас каждый там школьник ткнет свой телефон и значит создаст песню не хуже чем Beatles но он ее не создаст это вот цепочка вот этого всего этой такой рабской зависимости от стереотипов ну и от техники понятное дело но просто опять же эти технику придумали люди и бояться этого как бы глупо просто потому что вот опять же во всем всегда есть личность человека вот играет там два человека играет там Кушнир играл да и играет и продолжает играть там ну не знаю не буду называть имена потому что я их назову сейчас в негативном ключе нехорошо не буду вот играет они те же поскольку они исполнители да то они играют там не свою музыку ту которую написал рахмани но они говорят разные вещи просто уровень личности разный все разное и то же самое с любой электроникой с любыми этими вещами ну просто вот ну можете сочинять сколько угодно там симфонии Моцарта или там Кантат Баха или там все что хотите с помощью искусственного интеллекта ну и сочиняйте ради бога просто на это даже не нужно тратить время чтобы на это как-то обращать внимание просто вот есть живые люди есть любые инструменты которыми они пользуются вот действительно человек соответствующего уровня и как профессионал и как личность если он сыграет там какой-нибудь соло на там айпэде или на чем-то еще это будет живая музыка а кто-то другой вот сделает это же самое это будет мертвая и все вот поэтому ну господа бояться нечего да в общем у меня тоже такое ощущение потому что ну во-первых прогресс не остановить он то так или иначе от нас не зависит от нас непосредственно в общем каждый каждый занимается чем чем может заниматься в лучших своих проявлениях друзья мы проговорили больше часа одна и я могу продолжать вообще бесконечно но я не хочу напрягаться Антон мы обязательно продолжим с удовольствием спасибо огромное у вас предстоят концерты совместные это не концерты мы просто одну вещь сыграем я надеюсь так как мы теперь в одном городе то что-то будем придумывать я хочу под завязку я всегда это люблю делать смешную историю с Геей Кончелли давай значит он любил ну после выступления чтобы я посылал или аудио или видеозапись и если она есть и вот я сыграв какой-то там не знаю десятый раз ночные молитвы не помню даже где прислал ему запись вот через час раздался звонок а Гея он вообще он не любил это так называемый small talk привет как дела раздался звонок и он сказал Юлик я не знаю что ты там наиграл я такого не писал до свидания а в этом смысле кстати вот обратная например история с Глассом значит вот этот полный цикл его этюдов ну так получилось что он его писал так не сразу написал в 90-е годы несколько потом что-то еще и потом вот 13-14 году их получилось 20 и потом состоялась коллективная премьера когда играли 10 человек в этом сале БАМ в Нью-Йорке это было в декабре по-моему 14-го года и вот я был один из них и потом ну некоторые стали играть все целиком и в частности я вот сыграл полный цикл и глаз подслушал запись а дело еще в том что классические пианисты ну вот они многие даже ну они не знают музыку Гласса вот ну такую как бы вот в таком ее варианте ну вот с его ансамблем как Эйнштейн на пляже вот эти все вот вещи то есть как все это случилось с чего это они просто вдруг увидели о появилась новая очень красивая и почти романтичная такая вот пианая музыка давайте играть вот и поэтому такого подхода просто очень много теряется фактуре в понимании во всем и как раз я помню мы с Глассом летим из Нью-Йорка в Скандинавию это осень 17-го года и он мне говорит слушай я вот послушал эту твою запись и я то думал что я там написал какие-то ноты и что невозможно сыграть чтобы эту линию вообще вот было слышно кажется вот они ну так в чем же тогда проблема лучший комплимент правда же лучший комплимент от создателя на самом деле правда отлично отлично друзья спасибо вам огромное Юлик тебе огромное спасибо 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 Юлик Евгений спасибо мы останемся с вами в любом случае на связи Антон если вы не возражаете но если будете в Канаде может быть как-то нам все-таки удастся пересечь потому что я в Нью-Йорк пока не собираюсь как бы то ни было друзья удачного хорошего вам окончания туалета несмотря ни на что и мы знаем о чем мы говорим все да да спасибо всем слушателям и участникам сегодня того же самого всего доброго всего доброго спасибо всего доброго до новых встреч